Александр Гудков, старший оперативный дежурный 1-го отдела полиции Саранска, прогорел в бизнесе, который был построен на костях. 38-летний полицейский продавал представителю ритуального агентства информацию о фактах смерти людей и месте нахождения их тел. Эти сведения он получал по долгу службы от своих коллег и врачей во время суточного дежурства. Торговал смертями полицейский с июля 2017 года по апрель 2018. Гудков получал денежное заграждение. В сумме примерно 400 рублей за одно сообщение. Сообщения передавались путем звонков с личного мобильного телефона либо отправлением смс-сообщений. За 10 месяцев нелегального бизнеса старший оперативный дежурный передал в ритуальное агентство данные почти 80 умерших людей. Сумма заработка составила порядка 32 тысяч рублей. Деньги передавались через таксистов, которые понятия не имели, что за посылку везут. Идея работать на взаимовыгодных условиях, как рассказали в СК, придумал поддельник Гудкова. Зная, что он сотрудник полиции и является дежурным, то есть имеет доступ к служебной информации, причем к служебной информации, которая попадает к нему непосредственно, порой и от самих граждан. Зная это, то есть представитель ритуального агентства вышел на этот разговор сам, предложил заниматься данной незаконной деятельностью, на осуществлении которой Гудков согласился. О сливе закрытой информации первыми узнали сотрудники службы собственной безопасности МВД. Чтобы доказать противоправную деятельность, коллеги, они напичкали дежурную часть скрытыми камерами и поставили телефон Гудкова на прослушку. Когда сомнений не осталось, все материалы передали в Следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия». Меру пресечения в отношении Александра Гудкова не избирали, но взяли обязательство Аевки. В настоящее время полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечено руководство подразделения. В настоящее время расследование уголовного дела окончено. Уголовное дело с подписанным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Что же касается взятка дателя, то его также привлекли к уголовной ответственности. Сейчас дело находится в производстве. Игудков и представитель ритуального агентства свою вину признают полностью. Раскаиваются и сотрудничают со следствием. Анастасия Семушева, Александр Зюзяев. Программа «Происшествия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова